Мы на месте. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Мы приветствуем, это доверит. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Ирины под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Скэнер сканирует все семь тонких тел Ирины, находит все. У нее в ногах как кольцо черное, круг такой, в виде кольца. Включай Ирине внутренний белый свет, и это черное кольцо выходит, летит в клетку тюрьмы, отключается полностью. Скэнер помогает. Она не может сама раскрыть это кольцо, она руками пытается скэнер, вытаскивает. Хорошо, все, сейчас решим Ирину. Готов. Магия. В клетке? Да. Отлично. Больше ничего нет. Хорошо, выстраивай каналы от этого кольца, и силой моего намерения притягивай всех ответственных за эту манипуляцию. Один, два, три. Все, кто подключены к кольцу, кто его послал, притягиваются в клетку тюрьмы. Заказчик и исполнитель. Это женщина в одном лице, у нее Ирина как навязчивая идея в голове. У нее список врагов небольшой, которых она не покидает. Они постоянно в ее голове. Подхожу к ней, и ты видишь меня? Ты знаешь, она как картинка протянулась. Она за столом сидит, у нее на столе разные приспособления. Как я бы назвала, это колба, в то же время это лампа, что там как дымок из нее идет, какое-то что-то она делает. Хорошо, от этой мысли формы выстраивай канал к ответственной. Один, два, три. И притягивай ее, тонкую копию, в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. У нее защиты. Она в клетке? Я имею ввиду нет, чтобы притянуть ее в клетку, в нее защиты. Хорошо. Направляю на эти защиты. Печать семи архангелов. Один, два, три. Мощнейшим ударом сжигая все ее защиты. Значит, три. Один, два, три. Удар. Защита сожжены. У нее демон вылез. Мне демон помогает. Она в клетке или где она, Вера? Нет, да, еще раз команда. Хорошо, выстраивай сейчас канал от этой мысли формы к исполнителю и заказчику, к этой женщине. Силой моего намерения притягивай ее в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Ее защита. Да, она в клетке сейчас. Она рычит. Она как-то присела и руки расставила. И рычит. Отлично. Ее тонкую копию выдернули без ее согласия. Конечно, без ее согласия выдернули копию. Оно и не нужно здесь, паразитка. Потому что ты уже вошла в чужое биополе. Соответственно, ты ее заложница. Она может с тобой делать все, что угодно. Но она не на человека не похожа. Она как деформированная. Направляю на нее печать семи архангелов, сжигая эту колограмму или что там. Все ее защиты, значит, три, один, два, три. Да, будет так, а так и свет пошел. Нет, убери. Это ее душа такая. Какая? Вот такая она, как не человеческая. Она деформирована из-за грязи, которую она причинила. Хорошо. И причиняет. Вытягивай демона из нее, стоит рядом с ней. Нет, он не вытягивается. Он смеется внутри где-то. Араша направляю печать семи архангелов, даю мощнейший удар по ней, пока демон не выпрыгнет. Один, два, три, пошел свет. Открывая поток любви Абсолюта над этой клеткой, и он заливает ее клетку, пока демон не выйдет, или он сгорит там. Он предупреждает, что ты можешь сжечь ее душу. Я предупреждаю, что я сейчас твою душу сожгу. Он вышел в соседнюю клетку. Выключая свет. Хорошо. Считай цифры у демона над головой. 48. 48-герцовый демон. Хорошо. Ты очень хотел со мной встретиться, я полагаю, да? Достаю печать. Не печать. Я достаю шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Давай, 48-герцовый, пообщаемся. Ты там смеялся сейчас? Расскажи мне, о чем тебе так весело было. Он не дал меня. Он не понимает, почему он здесь. Я тебя уничтожу сейчас. Без ее намерения. Потому что она вошла в ее биополе. Она вместе с тобой уже заложник. Вы стали заложниками ее, Ирины. Нам не надо ничего разрешения больше, потому что ты первый сделал шаг и вошел в ее биополе. Соответственно, ты совершил нападение на нее. Не я, а она. Ты совершил. Проверяй ее, меня не трогай. Ты исполнял этот приказ ее. Если ты сейчас будешь врать, на этом закончится наш разговор, и от тебя останется горское пепло. У нас не договор. У кого с ней? Она получает то, что хочет. Не то, что хочет. Она должна знать, куда ходить, а куда нельзя ходить. В противном случае ты встречаешь таких, как меня, которые ставят точку на этом. Я тебе дам один единственный шанс отвернуть ее голову в другую сторону от Ирины. Если ты этого не сделаешь, я тебя второй раз вытащу. На этом закончится. Он говорит, я понял. И он показывает, что это не так работает, что он отворачивает голову. Это работает так, что он сидит в ней. И когда ей приходит мысль про Ирину, нет, ее раздражает очень сильно. И у нее изнутри начинают вибрации, рычание какое-то. То есть она не понимает, почему. Хорошо, Демон. С ней разговаривать мне бесполезно. Я разговариваю с тобой, потому что ты знаешь, что ты теряешь. Он понял. Мы можем с тобой разойтись мирно в разные стороны. Ты сделаешь то, о чем мы договорились. Я со своей стороны ничего делать больше не буду. Ты меня понял? Он понял только из-за того, что у тебя есть этот порошок. Это не порошок. Будешь в своем мире спросить демона Вильзевула. Золотая энергия. Царя Соломона. Царя Соломона он имеет в виду. Спроси Вильзевула, что с ним случилось, когда я ее применил. Если ты об этом слышал, это было в этой клетке. Он говорит, что многих погубил этот порошок. Абсолютно верно. От определенного уровня он убивает до определенного уровня. С другой стороны, выше 50 Гц может случиться вероятность того, что ты окажешься на ключах царя Соломона в виде брелка. Если ты не хочешь это испытывать, я тебе сказал свои условия. Ты меня услышал? Возвращая демона в ее биополе, хорошо, достаю свой магический перстень. Один, два, три. Направляю на нее и сжигаю ей магическую память. Один, два, три. Память стирается. Добрая и милая женщина. Замечательно. Перед нами. Здравствуйте, женщина. Как вас зовут? Она смеется. Все-таки есть нечто-то демоническое. Она говорит Анна-Мария. Хорошо, Анна-Мария. Слушайте сюда внимательно. Если вы услышите или подумаете о слове Ирина, у вас начинается отток энергии до 80%. Вам эта мысль будет до такой степени страшна, что вы никогда больше не будете думать о Ирине и ее имени. Да, будет так, а так и есть. У меня какой-то смех истерический. Это уже неинтересно. Все самое главное мы уже сделали. Хорошо. С демоном я договорился. Я уверен, больше этого не случится. Итак, открывая канал на чистоте этой женщины. Один, два, три. И возвращая ее назад в ее биополе. Да, будет так, а так и есть. Она красивая. Для роботи. Но изнутри она... Черная. Гнилое яблоко. Она черная, и она меняется. Она то рычит, то смеется. С 48-герцовой демон не заходит, Вера. Просто так. Там уже контракт идет. Не первую жизнь. И то, что этого больше не случится, я больше чем уверен. Демон понял, что он может потерять. Мы закончили с ней? Да. Что в клетке осталось? Посмотри, пожалуйста. Круг от этого остался. Кольцо. Под ним открою воронку в галактическое ядро. Кольцо уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя.